Рассказ – это, в общем-то, такое слово, которое знакомо каждому, без всякой науки, но слово обыденного языка. С другой стороны, рассказ – это, в каком смысле, еще и термин, причем термин такой блуждающий. В первую очередь, анализ рассказов – это, так сказать, нас вызывает в памяти литературоведение, там, я не знаю, морфологию сказки, пропа, если угодно, наротологию, как такую дисциплину тоже, в общем, скорее связанную с анализом литературных текстов. Но если вдуматься, то то, чем мы занимаемся как носители языка, как участники коммуникации, каждый день, практически все то время, что мы бодрствуем, мы рассказываем друг другу рассказы. Только это, конечно, не совсем такие рассказы, которые будут анализировать литературоведы, или представлять на пуллицеровские премии. Тем не менее, рассказ – это, своего рода, такой очень важный дискурсивный жанр, и поэтому, как всякое явление лингвистической коммуникации, то есть коммуникации с помощью вербальных и невербальных средств, он не просто достоин внимания исследователя, но как бы зовет к этому. Почему, собственно, рассказ, и что тогда понимается под рассказом. Вообще говоря, с детства, со школы, мы привыкли слышать, что существует монолог и диалог. Вот эти два греческих слова, они сильно затемняют картину, и особенно на детское сознание, мы их запоминаем с детства, из школы, с уроков литературы. Вообще говоря, монологов чистых не существует. Если человек говорит, пользуется языком, он это делает, имея в виду какого-то адресата. Без адресной коммуникации не бывает. Даже если мы разговариваем сами с собой, то тогда мы просто уступаем в двух ипостасях. То есть в каком-то смысле чистого монолога не бывает. Чистые диалоги, да, вот если вы меня спрашиваете, если я вас спрашиваю, какой номер квартиры, куда я должна прийти, у меня 4-й чате, там 9-й, 3-й подъезд, я спрашиваю направо-налево, вот это такой чистый диалог, обмен репликами, бросками. Но тоже, наверное, и в рамках этого диалога может вдруг клинится маленький рассказ. Например, вы скажете, что я, когда я вас спрашиваю, какой номер квартиры, вы скажете, только вы знаете, там надо повернуть налево, а потом направо, и не обращайте внимания, что в подъезде очень темно. У нас, я не знаю, плохие отношения с домоуправлением, они никак не вешают лавочку. И вот уже в нашем диалоге, в нашей беседе, правильно сказать, возник маленький рассказ. Тогда что же такое рассказ? Насколько он приближен монологической или диалогической составляющей коммуникации? Существует такой термин «нарратив», который призван покрыть большее, так сказать, пространство понятия, чем рассказ. Нарративом мы называем все, что не является чистым диалогом. То есть там, где происходит соответствие, когда последовательность предложений, с помощью которых мы описываем некоторую ситуацию, соответствует той последовательности событий, которая имела место либо в реальности, либо в голове слушающего. На самом деле в голове слушающего. Как я уже сказала, нарративы исследуются и в нарратологии, но вот лингвистический анализ нарративов именно в форме рассказов в первую очередь связывают с именем Уильяма Лобова и его направлением исследования устных рассказов, которые возникли в первой работе 1967 года и последующей работы. И это относилось в области социолингвистики, потому что считалось, что именно через рассказы мы в лучшей степени, через устные рассказы, можем увидеть особенности, речевые особенности конкретных социальных групп. Им же была предложена и схема анализа этого рассказа. Значит, все-таки, что такое рассказ и как это соотносится с термином нарратив? Вот нарративом может быть и отчет. Я вернулась из командировки и сообщаю там. Такого числа была там-то, делала то-то, получила такие-то результаты, потом переехала в другой город, провела такую-то работу, получила такие-то результаты. Все, отчет. Но реальная коммуникация, ежедневная бытовая коммуникация, в которой мы рассказываем друг другу рассказы, предназначена не для того, чтобы дать отчет о своих событиях. Сообщая о том, что произошло, мы обязательно вносим, и это то, что отличает именно рассказ от просто отчета, мифа, даже сказки, мы вносим свою точку зрения. Вот в нарратологии, которая, как я сказала уже, так сказать, мать этого подхода, этот термин называется point. Это, так сказать, французское произнесение слова point. Point как точка зрения, которую рассказчик хочет донести до слушающего. Он не просто сообщает им о том, что имели место такие-то события. Он говорит, имели место такие-то события, и вот как я к этому отношусь. Иначе, без вот этого, как я к этому отношусь, будет непонятно, зачем человек вступил в коммуникацию. Я сейчас эту тему затрагивать не буду, то, что касается, так сказать, то, почему мы вступаем в коммуникацию, каким по этому преследуем цели. Но когда мы рассказываем рассказы, помимо сообщения о том, что произошли некоторые события в действительности, мы еще и говорим о том, как мы к этому относимся. Вот прежде чем в это углубиться, хочу сказать несколько слов о том, как, в принципе, можно анализировать рассказ. Его можно анализировать по компонентам той коммуникативной ситуации, которую мы здесь наблюдаем. То есть есть автор или рассказчик, есть слушатель или аудитория. Это довольно разные вещи. Иногда бывает и слушатель, и аудитория. Я это сейчас поясню. Содержание рассказа, условия рассказывания. И здесь присутствуют такие интересные, так сказать, проблемы, которые можно в связи с каждым из этих компонентов рассматривать. Еще очень важный момент – это причина рассказывания. По какой причине рассказ возник? Вот человек пригласили на интервью и просит его что-то рассказать. То есть тут ясно, что причина рассказа, который за этим последует, о детстве, об образовании, о работе, о чем угодно, это, так сказать, запрос. Иногда рассказывают спонтанные. То есть здесь такое противопоставление спонтанных и вынужденных рассказов. С точки зрения адресата и аудитории, о которых я упоминала, если мы рассказываем конкретному человеку, то обычно есть представление какое-то, так сказать, о текущем состоянии сознания нашего собеседника. И хороший рассказчик, он это учитывает. В каком-то смысле мы все, как носители языка, являемся хорошими, плохими, но все-таки рассказчиками. Мы обладаем, так сказать, этой компетенцией, потому что это очень важный элемент, очень важный дискурсивный жанр, которым мы пользуемся, и не владея этим дискурсивным жанром, мы бы не были бы компетентными носителями нашего языка и нашей коммуникативной культуры, конкретного языка или шире языка в целом. Возвращаясь вот к адресату, значит, если у нас есть конкретный адресат, то мы имеем возможность учитывать его особенности. Например, рассказывая своей коллеге о конференции, на которой я только что была, я буду осознанно или неосознанно учитывать, знает ли она тех людей, о которых я рассказываю, была ли она сама в этом городе, принимала ли она участие в такого рода событий или нет, знает ли она мою работу. От этого, от всего будет зависеть то, что я буду ей рассказывать. И если я не учитываю этого по тем или иным причинам, ну, например, не хочу или ошибаюсь в своей проекции, то тогда мой рассказ может показаться ей скучным. Я буду рассказывать про то, что она хорошо знает. Или он будет непонятным, потому что я буду говорить про то, но упоминая, ну, как ты, ты знаешь, там вот такая красивая башня, а человек в этом городе не был. То есть вот мы все время, рассказывая, проявляем огромную, в общем-то, очень сложную, сложные навыки вот этого учета текущего сознания собеседника, все время балансируя между тем, что ему известно, базируя на этом наш рассказ, и тем, что мы хотим сообщить. Вот с точки зрения содержания, для чего рассказываются рассказы? И вообще, возможно ли рассказать, может ли один человек рассказать другому что-то совершенно новое? Наверное, нет. Вот если бы рассказ состоял из совершенно новой для адресата информации, то эта информация вообще бы не была бы воспринята. Потому что, ну, один из, так сказать, основных законов коммуникации стоит в том, что новая информация, она должна поместиться в какие-то категории, как-то, так сказать, упасть на ту почву, на которой эта новая информация произрастет. Потому что иногда наш мозг отталкивает новую информацию, если она полностью противоречит нашему взгляду на мир. Значит, рассказывая о чем-то, мы базируемся на каких-то общих, совместных с адресатом знаниях и вносим новую информацию. И если это не так, то человек будет либо задавать вопросы, либо удивленно пожмет плечами в конце рассказа, не понимая, о чем шла речь. Ну, может быть, постарается скрыть, что не понял, если будет считать, что это неприлично не знать такие вещи. Противоположное, когда мы рассказываем нечто, что совершенно известно, никакой новой информации не вносим, то это будет скучный рассказ, мы провалимся как рассказчик. И, наконец, третье. Если мы просто что-то перескажем и не сделаем от этого поинта, так сказать, не выскажем какую-то точку зрения, то тогда наш адресат, наш слушатель может сказать, ну и что? То есть, ну да, ты мне вот рассказал про то, что произошло. Я действительно не был свидетелем тех событий, о которых ты рассказывал, например, о том, как ты попал в дорожно-транспортное происшествие. Я этого не видела. Но ты мне пересказала все, что было, такой отчет дала. Ну и что? Что ты хочешь этим сказать? Обычно, конечно, такого не бывает. Мы различными сложными способами, которые называются оценкой в рассказе, это один из компонентов рассказа, предложенных в схеме Лобова и Валецки, разными сложными языковыми способами передаем свое отношение к тому, о чем мы говорим. Вот эта передача своего отношения и есть то, ради чего мы рассказываем друг другу, рассказываем. Потому что все мы члены социума, язык существует для того, чтобы в частности мы могли подтверждать себе, что мы, так сказать, члены вот этого дискурсивного сообщества, в котором мы можем поделиться своими мыслями, чувствами, отношениями. И рассказывая о самых простых вещах, мы можем выразить вот это отношение. То есть рассказывая о дорожно-транспортном интерпроешествии, мы можем сказать, что нас здесь волновало. Качество дороги, собственная там неловкость, грубость противоположного водителя, тот ужас, который мы там испытали, или наоборот, то облегчение. То есть мы делимся в каком-то смысле эмоциями, но не обязательно это может быть именно эмоционально, отношениями. Так говоря об адресате и его отношениях, я фактически рассказала о том, что является причиной, почему мы рассказываем эти рассказы. Если каждый член дискурсивного сообщества, каждый человек, который владеет языком и обладает коммуникативными компетенциями, может рассказывать рассказы, из чего все-таки складывается эта компетенция? Все-таки некоторые из нас лучшие рассказчики, некоторые худшие, но это уже индивидуальное размечие. Для того, чтобы, так сказать, и проанализировать рассказы, для того, чтобы описать те компетенции, которые есть у говорящего, у автора, нужны по крайней мере три вещи. Во-первых, наше умение рассказывать рассказы складывается из нашего знания и умения различать между, так сказать, универсальным знанием, которым обладают, так сказать, все люди, ну типа солнце встает на востоке, да, между культурно-специфичными знаниями, которые как раз и определяют границы нашего дискурсивного сообщества. Вот разговаривая с коллегой, я там не, естественно, не поясняю азы нашей дисциплины, потому что мы с ней принадлежим одному дискурсивному сообществу, и это я воспринимаю вот как тот самый фон, про который в рассказе говорить не надо. А если буду говорить, меня сочтут, ну что я ее оскорбляю просто даже. И, наконец, третье – это индивидуальные знания, или, правильно, чаще называют индивидуальные воспоминания, которые хранятся немножко по-другому, они хранятся в виде таких вот внутренних рассказов, и которые как раз мы отдаем себе отчет, что они неизвестны нашему собеседнику, и мы ими можем делиться и вставлять их. И вот правильная игра этими тремя типами знаний позволяет нам не совершать те ошибки, не впадать ни в скучность, ни, так сказать, непонятность. Но второй не менее важный аспект, о котором я практически не успела сейчас сказать, это понимание рассказа как такого дискурсивного жанра. Дискурсивный жанр – это фактически то, чем мы владеем для того, чтобы описать нашу коммуникативную компетенцию. Вот Михаил Бахтин говорил, что в языке, собственно, не существует ничего, кроме речевых жанров. Речевых, мы сейчас говорим, дискурсивных. То есть понимание того, из чего состоит рассказ. Ну, условно говоря, в простейшем приближении той схемы, которой еще в 60-е годы предложил Лобов, так сказать, некая аннотация рассказа или введение в него, завязка, усложнение, разрешение, там, кода или мораль. Не обязательно пользуются этой схемой. Она не самая идеальная. Тут роль оценки, так сказать, немножко занижена. Но факт тот, что мы понимаем, где, в какой зоне рассказа, когда мы ее рассказываем, хотя мы не отдаемся в этом отчет, мы находимся. И мы не начинаем рассказ, так сказать, с разрешения конфликта, если только мы не хотим создать особо сложную схему. Вот исследование схем рассказа – это и есть исследование схем дискурсивного жанра. И в этой схеме есть обязательные элементы и есть, так сказать, необязательные. И, наконец, третий очень важный момент, которым мы тоже владеем как носители языка – это владение типами дискурсивного изложения. Мы можем говорить об одном и том же по-разному. Мы можем это описывать. На улице стояла плохая погода, было очень холодно. Мы можем рассказывать. «Пришел, увидел, победил» – знаменитый рассказ Юлия Цезаря. Это полноценный рассказ. И мы можем объяснять, говорить там вот «В темноте глаз обладает пониженной способностью различать оттенки цвета». Ну, такой текст, который есть в энциклопедии, который присутствует в лекциях. Но надо сказать, что есть еще и другие типы дискурсивного изложения, но для рассказа наиболее важны эти три, такого бытового рассказа. И получается, что игра этими типами изложения, она имеет очень важное значение, потому что рассказ – это такой двуликий янус. В нем есть информационная составляющая, когда я сообщаю некоторую информацию, сообщаю свое отношение к этой информации. Есть еще так называемая интеракционная составляющая, которая тоже всегда присутствует в коммуникации. Это взаимодействие с адресатом. Поэтому искусство рассказчика – это не миф, хотя мы все рассказчики, но некоторые из нас более искусны. И это искусство состоит в умении правильно соотнести все три компонента, все три типа компетенции, которые мы владеем как рассказчики, и правильно воспользоваться, правильно выбрать тип дискурсивного изложения для того, чтобы установить наилучший контакт. Надо сказать, что именно в этой области, как мне представляется, лежат основные перспективы изучения рассказа как лингвистического объекта, потому что типология дискурсивных жанров – это неразработанная еще вещь, и это очень сложная вещь по многим причинам. Соотнесение типов дискурсивного изложения и элементов, компонентов рассказа – это тоже тема, которая представляется очень многообещающей. Трудной, но многообещающей. Если бы нам удалось установить какие-то соответствия, мы бы лучше смогли описать рассказ как дискурсивный жанр. Субтитры сделал DimaTorzok